Всем привет! Ты смотришь канал Карманный Роган, меня зовут Дина Джи, прямо сейчас я нахожусь в Индии, в предгорьях Гималаев, в городе Ришикеш. Вот уже 10 лет я живу, работаю и путешествую в Индии, и побывала во многих ее частях, в разных штатах, городах, пока, наконец, не нашла город своей мечты, и это Ришикеш. Ришикеш славен своим прекрасным климатом и удивительными природными красотами, поэтому, на мой взгляд, это наилучший город для того, чтобы здесь жить. И в этом видео я хочу показать вам пример жилья, которое можно снять в Ришикеше на длительный срок. Один из примеров доступного и комфортабельного жилья, которое можно снять в Ришикеше на длительный срок, это апартаменты. Давайте разберемся, чем апартаменты отличаются от обычной комнаты в отеле. А лучше пойдем со мной, и я все наглядно покажу. Апартаменты представляют собой нечто среднее между номером в отеле и квартирой. То есть апартаменты оснащены кухней, они полностью обставлены посудой и всем необходимым, но, тем не менее, это нельзя назвать полноценной квартирой, потому что, как правило, апартаменты находятся в гостевом доме, и этот гостевой дом, он выглядит, по сути дела, как небольшой частный отель. Музыка Там все устроено. И чем индийская квартира отличается от квартиры российской. Итак, друзья, смотрите, вот здесь я себе устроила такую лаунж-зону. Здесь очень приятное такое место, особенно на закате. Вот посмотрите, где солнышко. Сейчас шестой час вечера, дело движется к закату, и вечером здесь будет очень мягкое солнце, и очень приятно здесь лежать или сидеть, читать книгу, пить чай. Вот, я себе поставила сюда цветы и вот такую вот соорудила очень крутую зону. По утрам здесь можно, кстати, также заниматься йогой. Вот первое, на что сразу бросается взгляд в индийских домах, это наличие замка. У нас в России, мы привыкли, что у нас есть замочная скважина, куда мы вставляем ключик, открываем и заходим. В Индии нет, практически во всех индийских домах люди пользуются навестными замками. Ну что, заходим внутрь и смотрим. Ну что, друзья, давайте начнем осмотр с очень важной комнаты. Правильно, с туалета. Пойдем. Сразу хочу обратить внимание, что практически везде, может даже и абсолютно везде в Индии, туалет с ванной всегда совмещен. Заходим. Смотрите, что же здесь такого необычного? Напрашивается вопрос, а где же, собственно, ванная? Так вот, друзья мои, открою вам секрет. Ванной в Индии не бывает. Ну, в каких-то, конечно, там в домах мумбайских актеров, болливудских, может быть и ванной, джакузи, все что угодно. Я говорю сейчас про стандартные, типовые индийские квартиры. Так вот, в них ни ванных, ни душевых кабин не бывает. И на мой взгляд, это очень практично. Индийцы вообще очень практичный народ, и они стараются все использовать максимально просто, максимально практично. Итак, смотрим, что здесь имеется. В индийских квартирах, в индийских домах отсутствует центральное горячее водоснабжение, и поэтому люди пользуются бойлерами. Особенно в зимнее время это очень актуально. Нажимается на кнопочку бойлера, нагревается 10 минут, горячая водичка. Кан с горячей водой, кан с холодной водой и душ. А теперь вопрос, куда стекает вся вода? Смотрим, куда стекает вся вода? Вода стекает в специальное отверстие. И при этом пол всегда сделан под уклоном, то есть водичка она сразу скатывается. Не нужно никаких дополнительных вот этих сооружений, душевых кабин. То есть просто сделала тупо дырку в поле и купайся, и у тебя простой плескайся, делай что хочешь. На мой взгляд, это очень супер практично. Кстати, подобный тип ванных комнат не встречался также и в Израиле, когда я жила некоторое время в Тель-Авиве. И опять же, в Тель-Авиве тоже присутствуют вот такие швабры. В Индии это самая классическая швабра, которая моет полы повсеместно. То есть у них нет никаких других типов швабры. Это просто скребок с резиночкой, в которой можно вот так вот быстро раз-раз водичку. Ну, в остальном, в общем-то, ничего необычного нет. Стандартный унитаз, стандартная раковина, зеркало, полочки, в общем, все как обычно. И еще один момент, обратите внимание сюда, туалетная бумага, ребята, в Индии, индийцы туалетной бумагой не пользуются. Вот, это блажь нас, европеоидов, а в Индии все обычно, простите за подробности, сразу моются, подмываются. И для этого даже есть специальные в общественных туалетах, в кафешках, да вообще, и в квартирах, опять же, в апартаментах, специальные шланги. Ну, вот, правда, вот именно в этих апартаментах у нас такого шланга нет, потому что эти апартаменты в основном рассчитаны на то, чтобы их снимали европейцы. И просто их здесь не предусмотрели целенаправленно. А вообще в индийских домах есть такие шланги, на конце такой пистолетик с душиком. Можно сразу подмыться, опять же, простите за подробности. Ну, это, на мой взгляд, опять же, очень здорово и очень практично. Сделал все дела и пошел чистенький. Где бы вы не сняли жилье в Индии, будь то апартаменты, или это будет номер в отеле, вы везде обязательно найдете ведро с ковшечком. Почему? Во-первых, многие индийцы по привычке, по старинке обливаются водой из ведра, да, то есть не во всех, далеко не во всех апартаментах есть душ. Во многих квартирах просто есть краны с водой, вода наливается в ведро и черпачком вот так люди поливаются. Индийцы, когда они приезжают в отель, они не пользуются душем, они по привычке поливаются черпачком. Поэтому даже в самых модных, навороченных, пятизвездочных отелях, ребята, это не шутки, стоят ведра с черпачками. Это правда. Вот, кроме того, люди здесь стирают белье, и я тоже здесь стираю белье, стиральной машинки у нас нет, и очень мало у кого есть стиральная машинка. На самом деле стиральная машинка здесь по большому счету не нужна, я сейчас говорю про апартаменты, потому что мы все стираем вручную, а постельное белье или что-то такое, это всегда выдает чистая хозяин, то есть он это стирает сам, и у нас нет необходимости заводить отдельную стиральную машинку. Кроме того, в городе, в любом городе присутствует лаундри сервис, куда можно сдать любое свое белье, и вам за денежку постирают, причем руками постирают все, что вы хотите. А теперь обратите внимание на потолок. Абсолютно в каждой индийской квартире, в апартаментах, в номере в отелях, в кафешках, вообще везде, в любом помещении есть панха. Панха это вентилятор. Вентилятор просто необходим, потому что климат в Индии в основном жаркий, даже здесь, в предгорьях Гималаев. Конечно, в штатах южнее обязательно даже в гостиницах устанавливают кондиционеры. Сразу замечу, что номер с кондиционером будет стоить дороже, иногда прямо на порядок дороже, чем номер просто с пропеллером. Но здесь в Решикеше в кондиционере, в принципе, нет необходимости, то есть пропеллера вот этого хватает на то, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. Что же еще такого необычного в индийских квартирах? Это шкаф. Обратите внимание, этот шкаф встроенный, то есть он здесь был изначально. И такие шкафы очень часто встречаются в комнатах в ошрамах, в номерах гостиниц, в квартирах, в апартаментах. Это, на мой взгляд, тоже супер практично, то есть ты въезжаешь в апартаменты, в квартиру у тебя сразу есть шкаф. Тебе не нужно покупать дополнительную мебель, потому что он был сделан изначально. Это очень-очень удобно. Шкафы здесь, как правило, делают достаточно большие, полки широкие, так что хватает места для всех-всех вещей. Но вот я еще, правда, не все вещи разложила, потому что, говорю, переехала сюда только два дня назад, но пока вот этого вот не хватает. Если одежду нужно повесить на плечики, для этого есть вот такая вешалка, она может быть в разных вариациях. Бывают встроенные шкафы с перекладиной, открытые, без всяких дверец. На мой взгляд, это тоже очень-очень здорово, потому что я вообще люблю, чтобы моя одежда была на виду, чтобы она мне радовала глаз, потому что она, как видите, у меня в основном вся очень яркая, и мне нравится, что она висит, вот так вот проветривается, не заводится там никакая моль, никакая другая фигня. Вот, то есть все, опять же, очень здорово, просто, минималистично и практично. Обратите внимание на индийские окна. Индийские окна сделаны из стекла. Этот вопрос у меня, к сожалению, без ответа, почему индийцы до сих пор не используют стеклопакеты, хотя это очень удобно и практично, да, но по старинке они везде используют стекло, даже в новых современных домах они все равно все строят со стеклами. Ну ладно, опустим этот вопрос, все равно меня это устраивает. Второй момент, это сетка. Сетка присутствует обязательно, потому что летом в Индии комары, плюс мухи, плюс мошки, и сетка, конечно, защищает. И решетки. Я живу на втором этаже, у меня есть решетки, и решетки есть и на третьем, и на четвертом. Решетки есть на всех этажах, а знаете почему? У кого какие догадки? Ладно, скажу вам сразу. Потому что здесь водятся обезьяны, и обезьяна запросто может залезть в любое окно. Для обезьяны не проблема залезть на пятый, на шестой, на седьмой этаж, поэтому абсолютно все окна, как правило, оснащены решетками. Это защита от макак. Хотя в прошлом году я жила в апартаментах на одном окне, в которых не было решеток, не знаю уж как так вышло. И вот лежу я такая на кровати себе в комнате, читаю книжечку, и вдруг слышу такой звук хрясь. Открывается окно, окна были раздвижные, открывается окно, и я поворачиваю голову, и огромная серая туша залазит ко мне в комнату и прыгает на кровать. Вы не представляете, как я испугалась, хотя это был лангур. Лангур это такая большая серая обезьяна, в общем-то она безопасная, но у меня даже не было никаких палок, нечем было отогнать, и от неожиданности я, в общем-то, испугалась, да, исключительно от неожиданности. Лангур быстро осмотрел помещение и буквально в 2 секунды сделал прыжок в сторону стола, схватил пачку печенья и тут же ретировался так же, как и зашел. И чтобы вот такого не было, слава богу, индейцы делают в большинстве своих домов решетки на окнах. Следующий необычный для жителей России момент это одеяло. Вот посмотрите внимательно, я сейчас сижу на одеяле, это не покрывало, это одеяло. И вон еще отдал мне второе одеяло. Нам здесь выдают по 2 одеяла, потому что зимой бывает достаточно прохладно. Ну как прохладно, в Решикеши температура в январе, например, днем плюс 18, минимальная температура плюс 10, это ночью, это в самый холодный месяц в январь. Но, тем не менее, вечерком бывает прохладно, поэтому по двумя одеялками спать комфортно. Итак, что я хочу сказать про одеяло. Индийцы не используют пододеяльников. Во-первых, посмотрите, какие у них одеяла. Вот у них абсолютно все одеяла вот такие. Одеяло на хинде называется камбаль. Так вот, у них все камбали вот такого типа. Такие вот мягкие, пушистые и всегда без пододеяльников. Уж не знаю, с чем это связано, но выдают нам вот такие одеяла везде. Во всех гостиницах, в апартаментах, вот где бы я ни жила, везде встречаются только такие одеяла. И когда это одеяло пачкается, его стирают целиком. Опять же, очень практично. Не нужно дополнительно покупать вот эти пододеяльники, дополнительно их менять, стирать. То есть сразу стирается целое одеяло и очень быстро сохнет. Мягкое, комфортное, удобное. Давайте теперь посмотрим на пол. Обратите внимание, из чего он сделал. В 90% индийских квартир и апартаментах пол мраморные. На мой взгляд, это тоже очень практично. Его очень легко мыть. Такой пол долговечен. Он не скрипит. Не нужно, опять же, раскошеливаться на дорогостоящий ламинат, на паркет. Постоянно его менять, чистить, ухаживать за ним и так далее. Это очень легко мыть. И по нему очень прохладно ходить. То есть мрамор для чего нужен? Для того, чтобы поддерживать температуру. Потому что все-таки климат, как я уже говорила, в Индии в основном жаркий. И с мраморным полом, в квартирах с мраморным полом, очень комфортно находиться в жаркую погоду. А теперь заходим в самую интересную и необычную часть. На кухню. Пойдем. Друзья, прямо сейчас мы с вами находимся на классической, на типовой индийской кухне. Опять же, практически во всех индийских квартирах, домах, апартаментах кухня вот такого типа. Во-первых, индийская кухня очень маленькая. Потому что в отличие от кухонь в российских квартирах, на индийской кухне никто никогда не ест. Здесь только готовят. Обратите внимание на кухонный кран. Как правило, во всех апартаментах кран только один. Причем из этого крана течет вода, которую можно пить. Я сейчас говорю про город Ришикеш, я не говорю про другие города. То есть мы пьем воду из-под крана. Эта вода течет с гор. Она очень чистая, вкусная. И ее можно смело пить. В горячей воде также необходимости нет, да, потому что помыть посуду можно и такой водой. Вода, как правило, теплая, потому что вода это уличная, и это что называется normal water. То есть она нормальной температуры, поэтому здесь нет смысла как-то воду подогревать, ставить боли и так далее. То есть этого одного крана, опять же, из практичных соображений, достаточно для того, чтобы мыть им посуду и для того, чтобы эту воду пить. Еще пару слов про мытье посуды. Как правило, в Индии не используют какие-то жидкие гелевые средства для мытья посуды. Практически все индийцы моют посуду специальным мылом. Оно продается либо вот в таких вот баночках, либо прям мыльными кусочками. Вот, то есть можно покупать любое, просто я покупаю сразу надолго вариант вот такой. И посуда моется вот такими щеточками тоже, опять же, это очень удобно. Не нужны вот эти все дурацкие губки, от которых постоянно отрывается одна часть, они постоянно изнахрачиваются, портятся, изнашиваются, их нужно менять. Купил один раз вот такую щетку, и она тебе служит, ну, если не год, то полгода как минимум, и стоит она копейки. И она все классно отмывает. И да, кстати, мыло это для мытья посуда натуральное, без использования всякой химии, поэтому посуду мыть таким мылом абсолютно безопасно. Самый интересный момент на индийской кухне это плита. Во всей Индии отсутствует централизованное газоснабжение, поэтому абсолютно вся Индия пользуется газовыми баллонами. Газ в Индии достаточно дешевый, но я вам сейчас не могу сказать, сколько он стоит, потому что я очень давно уже не покупала газ самостоятельно. То есть оплата газа входит в стоимость аренды апартаментов, и каждый раз, когда заканчивается баллон, хозяин апартаментов просто дает новый. Поэтому с этим проблем нет, у него всегда в запасе газовый баллон, он регулярно ездит на рынок их заправлять, поэтому с газом проблем нет. Помимо газовой плитки у меня есть еще вот такая электрическая плитка, и это типичная индийская плита. Почему она типичная индийская? Посмотрите внимательно сюда. Здесь есть вот такие кнопочки, и на кнопочках нарисованы типичные индийские блюда Доса и Чапати. Здесь готовка в скороварке карри, идли, глубокая жарка, подогрев молока и сохранение тепла и сатэ. Преимущество этой плитки состоит в том, что на случай, если вдруг газ кончился среди ночи, а мне приспичило пожрать, я не буду беспокоить хозяина и приготовлю все, что мне нужно на этой плитке. Да, это была шутка. На самом деле, самое большое преимущество в том, что она очень-очень быстро готовит. Она мгновенно кипятит воду и быстро жарит. Но ее большой минус в том, что, во-первых, далеко не всю посуду можно использовать до посуды. Мы сейчас дадем, я покажу типичную индийскую посуду. Во-вторых, на ней нельзя приготовить мои любимые хрустящие лепешки папорот, которые можно готовить только на газу и которые я прямо сейчас для вас приготовлю. Итак, друзья, вот пачка классических индийских лепешек. Их название довольно сложно произнести на хинди, но я вам скажу, как они называются. Они называются папорот. Так вот, лепешки папорот. Они сделаны из муки бобовых с добавлением разных пряностей. То есть они такие с остриночкой, они соленые. И они очень-очень вкусные. И я прямо сейчас их приготовлю. Лепешки эти замечательны тем, что готовятся они буквально в считанные секунды. Я поджигаю газ. Достаю одну лепешечку. Посмотрите, какая у меня есть штучка. На этой штучке очень удобно готовить различные лепешки, а также просто поджаривать обычный хлеб. Кладу лепешечку. Равномерно держу ее над газом. Не слишком низко, для того, чтобы она не подгорела. И посмотрите, как лепешка начинает постепенно надуваться и менять цвет. Так, после этого я переворачиваю ее. Видите, она здесь уже поджарилась. И начинаю делать то же самое с другой стороны. Лепешка начинает со временем от температуры становиться твердой, хрустящей. И вот еще буквально несколько секунд. И все, лепешка готова. То есть вот буквально за несколько секунд на ваших глазах я приготовила лепешку. Еще буквально 10 секунд, и она сейчас станет полностью хрустящей. То есть она дойдет уже у меня в руках. Раз, лепешка готова. Очень быстро, очень вкусно, опять же, очень практично. Просто объединяем. Кстати, обратите внимание на вилки для розеток у индийских электроприборов. Они, как правило, все вот такие тройные. То есть в Индии вот такие розетки и вот такие электроприборы. Вот так выглядит розетка. Но специальные переходники для этого не нужны. То есть в эту розетку можно вставить обычный электроприбор. Причем как с евровилкой, так и с обычной старой савдоповской вилкой. Но индийские электроприборы, они вот с такими вилками. Что еще необычного можно встретить на индийской кухне? Это вот такие сковородки. Посмотрите, как они выглядят. Вот такие глубокие сковородки. Я не понимаю, почему мы не используем такие сковородки в России. На самом деле эти сковородки самые удобные сковородки в мире. В индийской кухне очень много блюд, таких жидких, подливочки, вот эти соусы все. И вот эти сковородки идеально подходят для приготовления вот такого рода блюд. Да даже если вы готовите что-то сухое, без подливок, все равно в такой сковородке готовить это намного удобнее. Удобнее перемешивать, потому что оно никуда не денется. Оно все закрыто вот этими бортами, и на мой взгляд, это супер практичная сковородка. Абсолютно каждая индийская семья, начиная от людей, которые живут в трущобах и заканчивая в самых элитных виллах, имеют в своем, хотела сказать, репертуаре, имеют на своей кухне вот такую вот ситечку. Для чего эта ситечка нужна? Прямо сейчас я расскажу. Индийцы очень большие любители чая. Вся страна пьет чай. Вы наверняка слышали про чай масала, но на самом деле то, что вы думаете, что это масала, по факту это не масала. В основном, в большинстве случаев, это адракки чай, это чай с имбирем. Масала чай готовят в основном для туристов, добавляют туда разные специи. А вот то, что продают на улицах вот эти вот чайханщики, это все адракки чай, это черный чай с имбирем. Для того, чтобы приготовить такой чай, обязательно нужно сито. Почему? Потому что индийский чай, весь индийский чай, он выглядит вот так. То есть он гранулирован. Это чай называется ассам. Это такой сорт чая. И у ассама вот такая скрутка. Ассам, конечно, бывает и другой скрутки, но в основном, классический индийский чай, он вот такой. То есть он, чайный лист скручен вот в такие гранулы. И для того, чтобы потом эти гранулы не попали в чашку, обязательно используется сисечка. Кстати, на моем канале есть видео, очень древнее видео, одно из моих первых видео на канале. Называется индийский чай или что-то типа того. В общем, это видео всплывет у вас сейчас в подсказочке, вы можете с ним ознакомиться. Там я показываю одного чай-валу, очень известного во Вриндаване, в городе Вриндаван. И рассказываю рецепт приготовления самого вкусного индийского чая. И опять же, вернемся к вопросу о практичности. Посмотрите на эти полочки. Это все встроено, да. То есть не нужно покупать какую-то дополнительную кухонную мебель. Ведь у нас в России как? Так, чтобы сделать себе супер-кухню, нужно угрохать кучу денег. Здесь же эти полочки, они уже готовы. То есть они уже построены. Все апартаменты делаются сразу вот с этими полочками, сразу с мраморными столешницами. Кстати, я забыла вам сказать, что в Индии не используют доски. Это лишняя, абсолютно ненужная посуда. Мы режем все овощи, все фрукты, все, что нам нужно, мы режем прямо здесь. Это очень удобно. Опять же, такое покрытие долговечно. Оно не гниет, не портится, не царапается. Просто порезал, потом протер тряпочкой, и у тебя все супер-пупер. Не нужно дополнительной посуды. Ну и посмотрите, у меня вот вся полочка практически забита разного рода пряностями. Я обожаю специи, пряности, использую их во всех блюдах, и индийской, и не только кухне. Я готовлю разные блюда, но без пряностей я свой рацион не мыслю. Поэтому у меня здесь очень-очень много видов всяких разных пряностей. Чай, кофеечек, различные крупы и так далее. Все это умещается вот на этих удобных и практичных полочках. А теперь самый главный вопрос, который вы наверняка хотите мне задать. Где же на этой кухне холодильник? А вот и нет холодильника, друзья. Холодильника в индийских апартаментах, как правило, нет. В квартирах, конечно же, есть, но в апартаментах нет. Апартаменты сдаются без холодильника. Сейчас объясню почему. Вообще, холодильник, конечно, у нас есть, но этот холодильник общий, и пользуемся мы им крайне редко. Вот я лично пользуюсь им крайне редко. Пойдемте, я покажу, где он находится и как он выглядит. Холодильник, в общем-то, самый обычный, кроме того, что он красного цвета. В Индии вообще делают, кстати, очень красивые холодильники. И крайне редко, когда холодильник бывает просто белого цвета. Холодильники обычно бывают темно-фиолетовые, какие-нибудь там зеленые, темно-синие, еще расписанные цветами. То есть здесь они молодцы. Они делают красивую и приятную технику. Так вот, холодильник, опять же, я говорю, этот общий. То есть все, кто живет в апартаментах, могут ими пользоваться. Я этим холодильником не пользуюсь. Почему? Потому что я не ем, во-первых, продукты, которые быстро портятся. Открою вам секрет. Я не ем, например, мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Поэтому холодильник мне не нужен. Если я покупаю сыр тофу, я покупаю небольшое количество свежего тофу, которое я быстро съедаю. Эта кухня, она за счет того, что она, опять же, вся сделана из мраморной, и полы, и столешницы, и каменные стены. И за счет этого в этой кухне очень долго сохраняется прохладная температура. Поэтому мы храним и овощи, и фрукты, и тофу. Все прямо в этой кухне. Это, опять же, индийская практичность. Здесь такое обилие, круглый год свежих овощей и фруктов. Нет необходимости их запасать, замораживать. Делать какие-то большие склады, запасы. То есть мы купили то, что нужно съесть на ближайший день-два. Приготовили, съели, всегда все свежее. Поэтому в холодильнике необходимости нет. Но, опять же, если что-то уж такое, что требует холодильника, вот, пожалуйста, в апартаментах всегда есть общий холодильник. Еще один вопрос, который вы наверняка хотите мне задать. А где же стол? Ведь на кухне не едят. А где же тогда едят? А вот где едят. В большинстве индийских домов, квартирах, апартаментах отсутствует стол. Почему? Потому что индийцы народ простой. Они любят кушать либо на полу, либо прямо на кроватях. Вот у меня, например, есть вот такая замечательная скотелочка, которую я стелю прямо на кровать. И очень удобненько, замечательно, красиво и комфортно здесь кушаю. Поэтому стол – это лишняя мебель в индийском доме. Ну, а как вы понимаете, раз нет стола, значит и стулья тоже не нужны. Это просто лишняя мебель и лишние растраты. Он у меня, конечно, есть один стул, но я его использую исключительно для того, чтобы положить на него свой рюкзачок и поставить водичку на тот случай, если мне ночью вдруг захочется пить. Ну что, друзья, вот оно, долгожданное закатное время, мягкое солнышко, очень приятная такая теплая погода. Сейчас самое время заняться каким-нибудь приятным занятием, например, распитием чая. Поэтому я спешу с вами попрощаться. Ах да, я забыла вам сказать самое главное. Вопрос, который наверняка волнует вас больше всего. Сколько же все это дело стоит? Сколько стоит аренда вот таких апартаментов? Я боюсь, что если я отвечу вам на этот вопрос, вы сразу захотите переехать сюда жить. Друзья, аренда этих апартаментов стоит, внимание, 15 тысяч рупий в месяц. Что же включено в эту сумму? В эту сумму включено абсолютно все. Включен газ, включена вода, включено электричество, включен, естественно, Wi-Fi и вся вот эта посуда, которую вы видели на моей кухне. То есть эти апартаменты полностью обставлены. Вся мебель, все, что вы видели, это все изначально было в этих апартаментах. Ну, может быть, я там докупила пару ложек, тарелок, которые мне захотелось. А так, как правило, все апартаменты сдаются уже полностью оборудованными для жизни. Поэтому 15 тысяч рупий в месяц. Вот такая вот средняя цена апартаментов, которые можно снять в Ришикеше, в хорошем центральном районе. Вот обратите внимание, какие здесь прекрасные виды. Придгорье Гималаев видны. Такая замечательная крыша, там ребята уже занимаются йогой. Внутренний дворик. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, где и как я живу в Индии. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментах, я обязательно на них отвечу. Если это видео вам понравилось и было полезным, пожалуйста, поставьте ему лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, за всем откланиваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok